МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Четырехдневный рабочий визит президента Беларуси в Китай завершен. Но еще утром Александр Лукашенко встретился с Сидин Пином. О чем шла речь и каков портфель договоренностей? Ольга Юрудь все еще в Пекине и готова рассказать подробности. Иностранные инвестиции, транзит нефти и ловушки времени. Еще больше новостей в экономическом обзоре Анны Рублевой. В российском Волгограде обрушился подъезд жилого дома. Взрыв газа привел к гибели людей. Закупки по завышенной стоимости, коррупционную схему в ряде предприятий ЖКХ раскрыли могилевские правоохранители. Новые дома для водных обитателей. В Витебской области начали зарыбление Днепро стерлидью и постепенно расширяют ареал обитания широкопалых раков. О краснокнижных новоселах расскажет Анастасия Вуд. Эмблема Дня письменности утверждена в полоске. Город готовится к празднованию сразу двух юбилеев. Книга печатания из своего основания. Совместное строительство экономического пояса «Шелкового пути». Инвестиционные возможности на миллиарды долларов. Перспективы введения безвизового режима. Сегодня завершился рабочий визит президента Беларуси в Китай. Его финальным аккордом стала встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Диньпином. Главы государств обсудили результаты пекинского форума «Один пояс – один путь», а также ключевые вопросы двухсторонних отношений. Так, к примеру, Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси кредита для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Продолжится и сотрудничество в строительстве социального жилья в нашей стране. Ольга Еруть подробнее о перспективах стратегического партнерства. Резиденция Дяо Итай расположена в живописном районе на западе Пекина. Раньше она служила загородным дворцом китайских императоров и насчитывает восьмивековую историю. Впервые Александра Лукашенко приехал в Китай в качестве главы государства еще в 1995 году. И нынешний рабочий визит стал юбилейным, десятым. Никто здесь время не терял. Так емко сделал комплимент Александра Лукашенко, делясь с Си Диньпином впечатлениями о форуме «Один пояс – один путь». Наш президент пообещал детально проанализировать выступление своего коллеги. То масштабное мероприятие, которое вы провели, оно заслуживает самого серьезного внимания. И это мероприятие уже обсуждается во всем мире. Думаю, что все еще впереди. Это очень мощный шаг, который вы смогли сделать. И самое главное – привлечь к этому более ста стран и государства нашей планеты. И я вчера сказал, что мы горды тем, что мы были первыми в Европе и, наверное, одними из первых в мире, не просто поддержавших идею одного пояса, одного пути, а начавших реализацию этого масштабного проекта на территории Беларуси. Вы это все видели. Самым ярким и самым мощным, я скажу, я за 20 с лишним лет работы президентом такого не видел, я это тоже публично сказал в кулуарах и на полях саммита. Было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление, мы проанализируем его дома, что там греха таить. Это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление, обнадежившее всех, кто там присутствовал, всех глав государства. Это, я вам говорю, не для лестницы, а действительно мнение не только моё. Ещё накануне визита президент Беларуси подписал указ о новых условиях работы для резидентов в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Было расширено количество видов деятельности, которые можно считать высокотехнологичными, и которые наше правительство считает, что могут эти компании из этих видов деятельности претендовать на льготы, предоставляемые в рамках парка. Кроме того, был повышен статус руководства парка. Теперь руководитель назначается непосредственно главой государства. Также были повышены экологические стандарты до наивысших, которые есть в Европейском Союзе. Над документом работали и белорусские, и китайские специалисты. Президент в беседе с председателем КНР высказал уверенность, что «Великий камень» станет образцовым проектом по снятию торговых барьеров. Во время переговоров лидеры сошлись во мнении, что такая возможность есть ввести взаимное безвизовое посещение государств до 30 дней. Компетентным органам двух стран поручили предметно изучить эту тему. Сейчас туристические группы, владельцы ДИП и служебных паспортов могут ездить в наши страны свободно. Кроме того, Китай входит в список 80 государств, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней. Сегодня вопрос безопасности и сохранения суверенитета на слуху во всех странах. Беларусь на деле поддерживает Китай, который взял на себя обязательство защищать мир во всем мире. Военнослужащие наших государств проводят совместное учение, антитеррористические тренировки, спецоперации. Китай безвозмездно помогает нам военной техникой. Банки Китая за символический процент финансово помогают воплощать наши идеи. В эти дни подписаны соглашения по реализации трех проектов машиностроений на 340 миллионов долларов. К слову, в нашей стране сейчас выше 30 проектов финансируют китайские банки и правительство КНР. Речь о 6 миллиардах долларов. Те переговоры на полях саммита, они для каждого главы государства, который прибыл на этот форум, были очень полезными. Никто здесь время даром не терял. Каждая наша с вами встреча, это встреча особая. Особенно эта встреча в год 25-летия установления наших дипломатических отношений. Китай рассмотрит возможность выдачи Беларуси кредита в миллиард долларов на завершение модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Замыслы по обновлению белорусских НПЗ технически сложные. Владельцы технологии в основном европейцы и американцы. Поэтому от предоставления несвязанных кредитов зависит результат. Сегодня мы встретились, я очень рад этому. Во время форума мы обсуждали роль Беларуси в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Ваша страна внесла огромный вклад. Сегодня между нашими странами установлено всестороннее сотрудничество. К тому же оно стабильное. Наш диалог достиг нового этапа и сейчас открываются новые перспективы. Беларусь сохранила и развивает школы точных наук и цифровых технологий. Китайский капитал готов профинансировать перспективные проекты сферы высоких технологий. В эти дни подписали соглашение о создании китайско-белорусского венчурного фонда «Великий камень». Капитал – 20 миллионов долларов. Летом мы планируем подготовить уже учредительные документы. Основные решения все приняты. Планируем до 1 сентября, я думаю, уже учредить фонд. Ну и опять же, параллельно мы подыскиваем уже проекты для того, чтобы профинансировать венчурные проекты за счет средств белорусско-китайского фонда уже в этом году. Китай продолжит проект по строительству социального жилья в Беларуси. Это решение приняли во время переговоров лидеры наших стран. Договоренность была закреплена в межправительственном соглашении о технико-экономической помощи. С белорусской стороны свою подпись на документе поставил министр экономики. По итогам переговоров глав государств заключили и межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса «Шелкового пути». В завершении встречи Александр Лукашенко и Си Диньпин обменялись подарками. Китай за последнее время существенно улучшил свое благополучие. Это заметно по строящимся небоскребам, по автомобилям на улицах столицы и по технологиям, в целом по уровню жизни обычных китайцев. Да и нация сама стала более открытой. Дружественные и доверительные отношения Минска и Пекина помогают нашим странам создавать индустриальную, логистическую и цифровую площадку в центре Европы. Встреча Александра Лукашенко и Си Диньпина – это всегда не просто событие, за которым пристально следим мы, журналисты. Истинный успех всех договоренностей заметен уже спустя какое-то время в осуществлении ей смелых задумок и реализации ярких проектов. Ольга Юрудь, Валерий Науменко, телекомпания СТВ, Пекин, Китай. Сотрудничество Белоруссии и Китая сегодня обсуждают и в Минске. Здесь достигнута договоренность о поставке наших продуктов в Харгос. Это один из проектов на новом шелковом пути. Он расположен в приграничной зоне КНР и Казахстана. Здесь действуют правила беспошлиной торговли. Территория центра, а это около 800 гектаров, наполовину застроена. Инвесторы вложили в Харгос свыше миллиарда долларов. Это неотъемлемая часть данного проекта. Один пояс, такой узел, на котором все это реализуется. Конечно, в первую очередь продукты питания, так как китайцы с огромным удовольствием покупают продукты питания, произведенные за рубежом. То есть, во-первых, они более качественные, другой вкус. Китайцы очень любопытные. В течение двух-трех месяцев будет принят статус, придан специально экономической зоной. То есть это фактически такая полностью безналоговая, беспошлиная зона. К слову, белорусы в этой зоне свободной торговли могут находиться без визы до 30 дней. Это упрощает ведение переговоров о дальнейшем сотрудничестве. Оно полностью проецируется на концепцию «один пояс – один путь». Цены на овощи, особенно те, которые выращивают в открытом грунте, могут возрасти. Всему виной весенние заморозки. Для того, чтобы сохранить урожай, фермеры вынуждены были тратить дополнительную энергию на тепло и свет. Ценовой прогноз у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой. Анна, добрый вечер. Какие овощи сегодня самые дорогие? Добрый вечер, Сергей. Самый дорогой сегодня перец. Главным образом – импортный. А вот белорусские помидоры, огурцы и кабачки сегодня можно купить практически в каждом магазине. По версии агрария, в цены, если и вырастут, то незначительно. А вот капуста, лук и свекла оказались нечувствительными к погодным условиям. Окончательная стоимость сформируется в конце сезона, когда будет понятна урожайность и все затраты. Почти 3 миллиарда долларов вложили инвесторы в Беларусь за первый квартал этого года. Активнее всего сотрудничать с нашей страной спешат российские бизнесмены, их почти половина. 20% – предприниматели Великобритании и Северной Ирландии, почти 10% – предприниматели Кипра. Кроме того, наша страна инвестировала за рубеж. Почти 860 миллионов долларов наблюдается определенный паритет. 60% денежной массы вложено в российский бизнес, 20% – в украинский, чуть более 7% приходится на долю в Великобритании и Северной Ирландии. И в продолжение темы международного сотрудничества. Евросоюз выделит Беларуси до 200 миллионов евро. Таким образом, уже третий европейский финансовый институт получил право работать в нашей стране. Все эти деньги будут вложены в крупнейшие национальные проекты – транспортные сети, малый и средний бизнес, энергосберегающие технологии и охрану окружающей среды. Белорусская нефтяная отрасль рассчитывает на сохранение объемов перекачки транзитной нефти России. Цифра 2016 года – более 50 миллионов тонн. И это не все. Планируется соглашение с украинскими нефтяниками для активного использования нефтепровода «Дружба» на участке Мозырь-Броды. Аналогичное соглашение о сотрудничестве будет подготовлено и планируется к подписанию с российскими коллегами. Есть возможность наращивать еще объемы транспортировки. У нас есть для этого технические возможности. И все зависит от непосредственных объемов, которые в договорах прописаны между нефтедобывающими и нефтепрекающими. То есть объемы и резервы для роста еще есть. Реалии потерянного времени. Белорусских руководителей спросили, что именно отвлекает их и подчиненных на рабочем месте. Кроме очевидных причин, просмотр почты, социальные сети и длинные телефонные разговоры популярными ответами стали. Лишние бумаги, рассмотрение ненужных рекламных предложений и ответы на одни и те же вопросы коллег. И к курсам валют. Доллар теряет свои позиции. На завтра 1 рубль и 85 копеек, евро 2 рубля и 4 копейки. Увереннее себя чувствует российский рубль. Их сотню меняют на 3 белорусских рубля и 29 копеек. Такими были новости делового вторника. Сергей. Спасибо. С обзором деловых событий дня была моя коллега Анна Рублева. В России возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме и последующего обрушения целого подъезда. Речь идет о статье про оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомню, взрыв прогремел в четырехэтажном здании. Сегодня днем погибли 3 человека, 11 пострадали, в том числе маленький ребенок. Полностью разрушены 16 квартир. ЧП случилось, когда возле дома проводились работы. Губернатор региона заявил, что рабочие повредили газовую трубу, когда пытались незаконно подключиться к водопроводу. ЧП в Словении, в городе Ворхника, загорелся завод по переработке токсичных отходов. Все работники с аварийного предприятия эвакуированы, а пострадавших не сообщается. На борьбу с огнем были направлены 2,5 сотни пожарных. К этому часу возгорания удалось ликвидировать. Его причины пока неизвестны. Греция осталась без новостей и паромного сообщения. Журналисты государственных и частных СМИ, а также моряки, бастуют. Проблемы будут и у авиапассажиров международного афинского аэропорта. До воздушной гавани и от нее не будет ходить общественный транспорт. Забастовка — ответ на новые меры экономии, которые намерено ввести правительство страны. Власти планируют, в частности, снова сократить пенсии и зарплаты, социальное пособие, повысить налоги. На этом настаивают международные кредиторы. В ближайшее время в Греции пройдет всеобщая забастовка. В Нидерландах провалились переговоры о формировании правящей коалиции между четырьмя партиями. Консультации велись на протяжении двух месяцев после парламентских выборов. Глава партии «Свободы» Герт Вилдерс, скандально известный своими правыми взглядами, назвал фиаско текущих коалиционных переговоров хорошей новостью и напомнил, что он готов подключиться к созданию правящего блока. Впрочем, премьер-министр страны Марк Рютте и лидеры других крупных партий вряд ли пойдут на такое объединение. В Украине с этого дня нельзя пользоваться одним из крупнейших почтовых сервисов в Рунете, а также популярными в народе социальными сетями. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко. Отныне местным интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги по доступу к этим сайтам и сервисам. Санкции против них введены на три года. В опалу к украинским политикам попали и другие российские СМИ и IT-компании. Под запретом также ряд телеканалов России. Хакеры украили у американской кинокомпании фильм и угрожают выложить его в сеть. Киберпреступники похитили пятую серию приключенческой киноэпопеи, которая должна выйти на экраны в конце мая. Злоумышленники требуют выкуп и угрожают, что выложат сеть фильм по частям. Пока студия отказывается платить. К расследованию привлекли ФБР. Культовый советский актер Олег Видов скончался в США. Он умер на 74-м году жизни от продолжительной болезни. Видов начал сниматься в кино в 60-х, а позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Он наиболее известен по фильмам «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «Москва», «Любовь моя», «Садник без головы». В 85-м переехал в США, стал востребован в Голливуде, работал на одной съемочной площадке с Арнольдом Шорценеггером, Микки Рурком и Ореном Битти. Вместе с супругой Видов основал в США студию проката советских мультфильмов. Падение российской гимнастки было чистой случайностью. Белорусский государственный цирк завершил проверку по факту инцидента. Напомню, это случилось в Минске во время исполнения акробатического номера без страховки. Артистка сорвалась с высоты. Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, причиной падения стал человеческий фактор. У гимнастки, когда та выполняла перехват, соскользнула рука. Девушка с переломом лучевой кости и легким сотрясением мозга была доставлена в больницу. Крупную коррупционную схему раскрыли могилевские правоохранители. Центром преступной группы стал директор и учредитель более 10 различных коммерческих структур. По версии следствия, он вошел в сговор с руководителями предприятий ЖКХ и поставлял коммунальщикам оборудование по завышенной цене. Поставки проводились в рамках государственных закупок, а руководители коммунальных предприятий получали отчастников вознаграждения. Руководители предприятий ЖКХ в нарушении действующей законодательства осуществляли приобретение товароматериальной ценности без проведения конкурентной процедуры закупки. Коммерсанты, пользуясь этим, осуществляли поставки насосного оборудования по завышенной стоимости до 13 раз. Всего с 2012 по 2015 год с указанными субъектами хозяйственной сработали более 30 предприятий ЖКХ республики, причинив тем самым ущерб на сумму более 2 миллионов рублей. По фактам превышения служебных полномочий возбуждено 36 уголовных дел. Еще по 12 материалам проводятся проверки. Напомню, в этом году силовики уже задержали нескольких бизнесменов и руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, замеченных в коррупционных аферах. Новые дома для водных обитателей. В Витебской области в Днепре с этого момента поселилась стерляць и широколапые раки. Эти виды из Красной книги привезли сюда за сотни километров. Совместный проект реализовали экологи Белоруссии и России. Моя коллега Анастасия Бут о том, для чего и почему взяли за возобновление численности речных обитателей. Путешествие из Шумилина-Витебск у них заняло всего час. По суше и благодаря человеку в своем мире эти раки-клешни вряд ли бы намочили в Осиновском озере. Целую неделю ученые вылавливали краснокнижников, чтобы предложить им новые метры воды. Молодь, которая отродится здесь, созреет только через 4 года. И только тогда вступит в размножение. То есть это очень длительный процесс. В Белоруссии осталось десятка три популяции рака широкопалого. В Осиновском его уже давно не было видно. Теперь здесь точно обитает сотня взрослых особей. Как и в Днепре. Но уже полторы тысячи. И не раков, а стерляди. Год назад здесь зафиксировали массовый мор. Несколько дней подряд мертвая рыба плыла вниз по течению. Случилось это из-за аномальной жары в верховьях Днепра со стороны Российской Федерации. Поэтому вместе с коллегами и было решено восстанавливать биоресурсы реки в 2017-м. И это первый шаг. Смоленская область граничит с Белоруссией. И естественно все инспекторы наши, которые находятся там. Вот у нас инспектор, который в Красненском районе, он постоянно с вашими инспекторами сотрудничает. То есть у нас как таковой границы, что запрета нет уже. Полторы тысячи особей или 300 килограммов живого веса привезли краснокнижную стерлиц из Гомельской области. Почти за полтысячи километров. Планка колеблется в районе 30-35 тонн. Мы ежегодно зарыбляем социально значимые водоемы, в которых разрешен любительский лов рыбы. И зарыбление эти все происходят за счет взносов рыболовых любителей. Делается упор не только на те виды, которые же сейчас имеют промышленное значение. Это карась, карп и так далее. Но и аквакультуры. И форель, и стерлиц, и осетровые. И даже Беларусь уже стала экспортером черной икры. В этом году планируется вселить в водоемы Беларуси 7 тысяч щук, 3,5 тысячи судака и еще стерляди. Россия, в свою очередь, обещает зарыбить Днепр этой осенью. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Лось стал возмутителем утреннего спокойствия в Мозыре. Эти кадры засняли жители в районе новостроек. Сахатый был настолько стремителен, что за собой оставлял лишь клубы пыли. Впрочем, за животным никто не гнался. Звонок в МЧС также остался безответным. Спасатели решили не ловить животное и позволили ему самому уйти в лес. Площадь свободы в Полоцке станет главной площадкой Дня Беларусской письменности. Праздник по традиции пройдет в первое воскресенье сентября. И на этот раз под знаком 500-летия книгопечатания и 1155-го дня рождения самого древнего города Беларуси. В дни торжеств на берегу Западной Двины развернется масштабная культурная программа. Гости праздника смогут побывать в художественной галерее, в Софийском соборе и музее беларусского книгопечатания. Полоц в третий раз принимает этот праздник. И нельзя останавливаться на том уровне, на котором он есть. Ведут и дипломатический корпус, и писатели с многих стран, и гостей. Это действительно город заслуживает особого внимания. Поэтому праздник, я надеюсь и уверен в том, что он будет проведен на самом высоком уровне. День беларусской письменности – праздник с традициями. За четверть века культурный фестиваль приняли Туров, Новогрудок, Мир, Несвежесославль и другие древние города. В этом году он пройдет на родине беларусского просветителя и первопечатника Франциска Скорины. Во время празднования Дня письменности определяются и победители конкурса юных чтецов «Живая классика». Сейчас проходят его отборочные туры. Так в Могилеве читать стихи на публике вызвались почти две тысячи школьников. Полсотни юных любителей литературы отобраны в финал. Жюри оценивает технику речи, артистизм и то, насколько соответствует образ выбранному произведению. Я даже забывала некоторые строчки из своего стиха, но в конце концов я вышел и рассказал просто. Беларусская мова вельми гучная и саправды рассказывать на своей мове это вельми саправдно для человека. Я думаю, у меня есть шанс выйти в финал. Имена четырех победителей областного отбора назовут в конце мая. Отмечу, что одним из организаторов конкурса является наш телеканал. Золотая коллекция беларусской песни продолжает большой гастрольный тур. Уже в ближайший четверг шоу, организованное СТВ, пройдет в Гомеле. 50 киловатт звука, ультрасовременный свет и хорошо знакомые артисты. Отличные бонусы, чтобы получить настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады. Едвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Верасы и многие другие. Всего три десятка беларусских хитов на все времена. Это самый современный зал, я считаю, в нашей области. Все 50 киловатт звука, лучший свет, который есть в области, отвечает техническим требованиям любого исполнителя. Мы уже практически готовы по свету, по звуку к концерту. Еще довесится светодиодный экран, напольное покрытие и зал полностью готов к приему мероприятия. В последней неделе билеты на шоу «Золотая коллекция беларусской песни» в Гомеле, хит-продаж. На данный момент в кассах осталось не более десятка экземпляров. Следующая остановка в гастрольном туре «Бобруйск» 7 июня. И на этом выпуск завершен. Больше новостей найдете по адресу в интернете mctv.by. Репортажи, эфирные видео в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. В студии работал Сергей Кохоров. Итоги дня подведем в 22.30. Далее в эфире «Столичные подробности». Далее в эфире «Столичные подробности»